Куда уходят деньги, которые выделяют на развитие виноградарства? Этот вопрос обсудил Хизриших Саидов на парламентских слушаниях с теми, кто имеет непосредственное отношение к этой отрасли. Были и представители винных и конячных заводов, основные покупатели продукции, а также ответственные лица из Ростельфос и Сбербанков, которые оказывают финансовую поддержку. Нужен прорыв, нужно думать о том, что нужно сделать для того, чтобы дотационность хотя бы упала до 60% для начала, до 50%, чтобы больше было доверия к нам, чтобы не было политических лозунгов, хватит кормить Кавказ. Мы же должны об этом думать. У нас же есть самолюбие, у нас есть достоинства. Дагестанцы – это трудолюбивый народ. Значит, мы с вами не можем организовать это дело так, чтобы они могли работать и достойно жить, и зарабатывать деньги. В развитии виноградарства должны быть заинтересованы все. От сельхозработников до глав администрации и министров. Президент дал задание навести в этом деле порядок. Выступавшие говорили, всему виной морозы, из которых пострадали многие виноградники. Это не отговорка, уверен спикер. Все риски необходимо закладывать еще при посадке, выбирать стойкие сорта. Еще одна острая проблема – земли под виноградники. Главы администрации могли бы волевым решением выделить ее желающим и освободить производителей на время от налогов. Также нужно пересмотреть систему субсидирования, разобраться, куда уходят деньги, предназначенные для мелиорации. Вопрос архиважный. Потому что с развитием виноградарства мы связываем развитие экономики. Мы исторически связаны с этой культурой. Это рабочие места, это налоги, бюджет. Мы можем сократить дотационность нашего бюджета, если за эти 2-3 года серьезно займемся этой отраслью. Конечно, я понимаю, что здесь нужно комплексно рассматривать этот вопрос. Это и подготовка кадров, это и федеральные программы, это и республиканские программы. Но не важно, не самое главное, видимо, иметь там деньги, самое главное, как их распределить, как правильно сделать так, чтобы они повлияли на результат. Вот сейчас этими поисками мы и занимаемся. Опыт у нас есть.